Всем привет! Продолжаем изучать метод разделяй властвый. Сегодня с помощью данного метода мы будем учиться перемножать числа. Если вы сейчас стоите, пожалуйста, сядьте, потому что мы узнаем с вами в частности, что метод умножения чисел в столбик, которому нас с вами всех научили в школе, не является оптимальным. Перед тем, как умножать числа, давайте быстро вспомним, как их нужно складывать. Числа в данном уроке мы будем рассматривать в двоичной системе счисления. Чтобы сложить два таких числа, можно их складывать точно так же, как если бы мы их складывали в десятичной системе счисления, а именно в столбик. И более того, этот алгоритм окажется оптимальным, забегая вперед. А именно действовать будем следующим образом. Вот давайте это разберем на примере. Предположим, что нам даны два числа, каждая из которых состоит не более чем из n бит. Итак, через n мы сегодня будем обозначать не само число, которое нам дается на вход, а количество битов во входных двух числах. Они не обязательно должны быть одинаковой длины, поэтому давайте считать, что n это длина максимального числа. Итого, вот нам дали два числа. Длины n, и мы хотим их складывать. Но мы тогда идем справа налево от младших разрядов к старшим и складываем. Здесь приведен небольшой пример, иллюстрирующий, как это происходит. Вот в верхней строчке записано число 53 в двоичной системе счисления, а в нижней строчке записано число 35. Ну, например, вот эта единица отвечает за разряд, за коэффициент перед 2 в нулевой. То есть это 2 в нулевой, единица, плюс двойка, плюс 32. 1 плюс 2 плюс 32, это и есть 35. Чтобы сложить два числа, еще раз, мы идем справа налево от младших разрядов к старшим. Вот, например, когда мы складываем два самых младших разряда, это 1 плюс 1, мы получаем 0. Ну, что называется, 0 пишем 1 в уме. 1 запоминаем здесь как перенос. Дальше складываем опять 2 единички, 0 пишем, 1 в уме. Вот этот 1 в уме. Ну и так далее, идем справа налево и складываем. В итоге получаем двоичную запись числа 88, которые есть сумма чисел 53 и 35. Что здесь важно отметить? Что этот алгоритм работает за время у от n, конечно же. Числа у нас длины n, мы идем просто справа налево, читаем их разряды, и для каждого разряда выполняем некоторую константную операцию. То есть складываем 2 или 3 бита и, возможно, запоминаем бит переноса. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что более быстрого алгоритма существовать просто и не может. Нет никаких надежд на это, поскольку алгоритму надо уж как минимум прочитать входные данные. На это уже уйдет время у от n. Поэтому вот этот вот алгоритм сложения столбик, он просто оптимален. Асимптатический, конечно же. Теперь давайте вспомним, как работает алгоритм умножения в столбик, но и заодно разберемся, как он работает в двоичной системе числения. Но работает так же, как и в десятичной системе числения, как и со сложением. Вот здесь приведен опять игрушечный пример. Здесь мы перемножаем числа 13 и 11. Вот это вот 13 сверху написано в двоичной системе числения, и под ним написано число 11. Умножать в столбик в двоичной системе числения аж проще, чем в десятичной, поскольку в двоичной системе числения у нас есть всего две цифры 0 и 1. И когда мы умножаем в столбик, нам надо первое число последовательно умножить на все цифры второго числа. А цифра-то у него всего две различных. Может быть 1 и 0. И на каждую из них умножать тривиально. Умножить на 1 это просто то же число, умножить на 0 это просто 0. Надо еще не забывать про сдвиги. Итак, когда мы умножаем на самый младший разряд второго числа, мы получаем просто первое число. После этого мы умножаем на второй разряд, опять единица, поэтому это просто первое число, и сдвигаем на единичку. После этого умножаем на третий разряд, это просто 0. После этого умножаем на четвертый разряд, опять-таки то же самое число. Итак, мы получили в общем случае n чисел, которые нам надо теперь сложить. Ну, складывать так и будем. Сначала сложим первое и второе, потом к результату прибавим третье, потом четвертое, ну и так далее. Всего будет n сложений. Заметим, что числа при этом могут становиться потихоньку длиннее и длиннее и длиннее, но они никогда не станут длиннее, чем 2n бит. То есть вот сдвиг здесь, самый последний, произойдет на n, поэтому последнее число, его надо еще представлять себе, как к нему дописано вот здесь вот нули ко всем этим числам. И мы вот это все складываем. Поэтому числа длины не более чем 2n, и нам надо сделать n сложений. Соответственно, время работы получается квадратичным. Реализовывать такой алгоритм не очень приятно, но есть на самом деле и довольно простой квадратичный алгоритм для умножения двух чисел, к рассмотрению которого мы сейчас и перейдем. Перед этим давайте я все-таки сакцентирую внимание на том, что нас интересует в такой ситуации, конечно же, асимптотика времени работы, когда n растет. То есть представьте, что вам надо перемножить два числа, в которых там по сотне битов. Это уже довольно огромные числа, числа, которые потенциально, значения которых может быть там 2 в сотой, и которые в языках программирования в некоторых стандартный тип не поместится. Поэтому просто так их перемножить нельзя. И нам надо писать какой-то алгоритм или использовать библиотеку. Итак, алгоритм, который мы с вами приведем, основан будет на следующей рекуррентной формуле, которая сейчас появится на слайде. А перед этим давайте просто вот какое простое замечание сделаем. Число y можно представить как 2 умножить на целую часть, округленную, на целую часть от y пополам, если y четно, или как 1 плюс 2 умножить на целую часть от y пополам, если y нечетно. Но это просто по определению целой части и округления вниз. Например, если y равен 6, то y это 2 умножить на y пополам. y пополам в данном случае это 3. Если y равен 7, например, то y это 1 плюс 2 умножить на 3. Где 3 это опять-таки y пополам, округленная вниз. Ну то есть банальная формула, на которую мы можем даже смотреть просто как на определение целой части. Давайте теперь обе части этого равенства домножим на x. Получится у нас следующее. Слева получится x умножить на y, ну а справа получится 2 умножить на x умножить на y пополам, либо x плюс 2 умножить на x умножить на y пополам. Вот это-то и есть наша ключевая формула, на основе которой мы сейчас напишем рекурсивный алгоритм. На вход наш алгоритм будет получать 2 числа. Мы будем считать, что они оба n-битовые. Ну, как обычно, через n обозначаем длину максимального из этих чисел. Ну и можно считать, что они одинаковой длины, просто дописав к более короткому числу достаточное количество нулей спереди. Мы получаем 2 числа x и y, неотрицательных, хотим посчитать их произведение. Но первым делом мы проверим, верно ли, что y равно 0. Если равно, то мы просто должны 0 и вернуть. Мы тут же останавливаемся. В противном случае мы делаем следующее. Мы y делим пополам и рекурсивно x умножаем на y пополам. Это вот как в нашей формуле. Давайте я вернусь на слайд назад и еще раз прокомментирую, что же здесь в этой формуле произошло. Здесь мы выразили произведение двух чисел x умножить на y через произведение x умноженного на y пополам. И вот здесь вот. Возвращаясь к алгоритму, еще раз. Что мы делаем? Чтобы перемножить два числа x и y, мы сначала вычисляем произведение x умноженного на y пополам, округленное вниз. Давайте сразу еще скажу, что же такое число y пополам, округленное вниз. Это просто y с отброшенным последним битом. Или y сдвинутое вправо. То есть если у вас есть число какое-нибудь, давайте напишем 1 0 1 1, например, это число 1 плюс 2 плюс 4, прошу прощения, 1 плюс 2 плюс 8, то есть 11. Это 11 двоичные системы исчисления. То чтобы поделить его пополам, мы просто забываем вот про этот бит. Ну или там сдвигаем все вот это вот направо. Получается число, двоичная запись которого 1 0 1. Это просто 5. Да? Теперь мы делаем следующее. Итого у нас сейчас есть произведение z, это x умножить на y пополам. Мы помним, что чтобы x умножить на y пополам превратить в x умножить на y, надо домножить его на двойку в случае, если y четно, либо же домножить на двойку и прибавить x в случае, если y не четно. Ну вот именно это мы и делаем вот в этой вот проверке. Если y четно, то мы возвращаем 2 умножить на z, если нет, то мы возвращаем 2 умножить на z плюс x. Время работы этого алгоритма. То есть корректность, понятно, она следует просто из предыдущей рекуррентной формулы, которую мы рассмотрели на предыдущем слайде. Время работы этого алгоритма есть u от n в квадрате. Причина этого состоит в том, что этот алгоритм делает не более чем n рекурсивных вызовов, и в каждом рекурсивном вызове делается линейная по времени работа. Почему не более чем n рекурсивных вызовов? Ну потому что мы каждый раз от y отрезаем самый последний бит. Всего у y было n битов, значит произойдет не более чем n рекурсивных вызовов. Ну или по-другому, раз у y было n битов, значит он был не больше чем 2 в степени n. Значит после того, как мы его n раз разделим на 2, он уже будет там не больше чем 1, ну и после этого может быть еще один рекурсивный вызов, и он станет нулем. Соответственно у нас уж точно не больше чем линейное количество рекурсивных вызовов происходит. Помимо рекурсивного вызова здесь что происходит? Здесь происходит проверка четности y, ну происходит деление y пополам, это сдвиг, просто это линейная операция, происходит проверка четности y, это просто надо посмотреть на последний бит y. вот здесь происходит домножение на двойку, это тоже сдвиг только налево, то есть надо, если у нас есть z и надо умножить его на двойку, это то же самое, что дописать ему справа 0, ну или сдвинуть налево. Ну и вот здесь происходит сложение, это тоже линейная по времени операция. Все числа у нас в процессе работы алгоритма остаются длины, длины линейной. Соответственно n рекурсивных вызовов, каждый из которых занимает время линейное, поэтому время работы суммарное n в квадрате.